Смотри, какой мать! А? Что вам это происходит? Это общественная мера! Вы кто? Тут бордюра, ты не имеешь права! На своей полосе ты ехал? Я тебя оскорблю! Так, а не мой чистый бордюк! Ты что, пистолет попугает, что ли? Норма права – это правило поведения, которое регулирует общественные отношения. И это правило гарантировано государством. А чтобы государству было проще гарантировать, за этими отношениями нужно следить и поддерживать их. Предлагаю заняться этим вместе со мной. Добрый день! Это программа «Норма права» и я – адвокат Нефедовский. Без концерта, но по делу. 32-й съезд фракции ЛДПР, в отличие от других партий, провела, как и планировала, в декабре. Это огромная страна. Мы ее всю объехали несколько раз. Всю. Как бы вокруг земного шара. Если объехать, мы вот так ее всю нашу страну. Но мы с вами начали с нуля. Остальные партии вышли из какой-то партии. К ним пришли чиновники, которые имели опыт. Им дали деньги. То есть, а мы все сделали сами. Мы первые провели легальный съезд 31 марта 1990 года, через две недели после отмены статьи 6 Конституции ФССР. Мы первые и единственные, пошли на выборы президента 12 июня 1991 года. Мы победили первые 12 декабря 1993 года. В эти наши победные шаги мы это все обеспечили. Этого не сделала ни одна партия в мире. Ни одна другая партия не рискнула провести свой съезд. Объяснение было у всех одно. Карантин. Правда, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всех давно предупредила. Хватит ссылаться на коронавирус. Надо работать. Но, как говорится, это дело лично каждого. ЛДПР съезд провела. Итоги подведены. Планы намечены. Даны прогнозы на будущее. Нашим гражданам дать видение России в будущем. Какой она должна быть. Что хотят наши граждане. Вот вклад ЛДПР – это показать ущербность модели. Модели управления страной. При царе, при коммунистах, при Ельцине сейчас сверху. Партии создаются сверху. И все это рушится. Вершиной занимаемся. А внизу на кого опора? Их нету. Поэтому надо перевернуть эту модель. И перейти к тому, чтобы начинать снизу. Пусть внизу будет больше денег, больше прав у территорий, у органов управления. И влияние граждан. Что они хотят, чтобы они могли говорить там, снизу. А после этого уже они же пускай выработают, какое они хотят видеть Россию 30-го года, 40-го. За 2020 год депутаты ЛДПР внесли в Госдуму сотни социально ориентированных законов. Вспомним некоторые из них. Бюджетные средства, которые были выделены на проведение в течение 2020 года спортивных мероприятий, каких-то культурных мероприятий, работы театров. Потому что в течение года все это было закрыто и не работало. То есть осталось достаточно большое количество денег, которое можно было бы перераспределить на выдачу масок. Инициатива, касающаяся перераспределения бюджетных средств, не истраченных на новогодние праздничные мероприятия, интересная. А самое главное, выполнимая с точки зрения закона. В данном случае необходимо действительно продумать ее реализацию в части выдачи средств индивидуальной защиты гражданам России. Чтобы это было не только реализуемо органами исполнительной власти, но и удобно для наших граждан. Один из самых спорных законопроектов – дистанционное обучение. По отношению к дистанционному обучению, вы знаете, что фракция ЛДПР – яросторонник традиционных форм обучения. Но тем не менее мы понимаем, что в период пандемии важно сохранять здоровье в первую очередь. Но это не должно стать системой. Дистанционка сейчас является вынужденной мерой. Но это ни в коем случае не должно стать системой. Школьники должны социализироваться и получать знания очно. Поскольку именно эта система позволяет наладить учителям надлежащим образом вовлечение ребенка в учебный процесс. Что касается студентов вузов, то необходимо учитывать, что люди в высших учебных заведениях получают специальность, в соответствии с которой они будут выбирать свою будущую профессию. Как это предусмотрено пунктом 7 и 8 ст. 60 Федерального закона 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. И, естественно, дистанционный формат получения знаний не способен в полной мере обучить всем ее азам. В соответствии с внесенными изменениями в пункт 4.1 закона номер 23.001 о защите прав потребителей, все произведенные и продаваемые после 1 января этого года смартфоны и планшеты должны быть с внедренными отечественными приложениями. 16 отечественных приложений. На компьютеры 3, на смарт-ТВ 4. Такое требование утвердило правительство. Ответственность за неисполнение нового требования будет нести продавец. Однако некоторые производители, согласно своей внутренней политике, не осуществляют предустановку приложений на свою продукцию. Таким образом, может возникнуть конфликт интересов между законом и бизнесом. Парламентарии от ЛДПР считают, что законопроект нуждается в доработке. Надо предустанавливать практически все программные приложения, программные продукты, которые имеют, скажем так, схожий функционал с теми приложениями западными, которыми мы все пользуемся. Это и приложения социальной сети, это обязательно устанавливает приложение, все, что связано с взаимодействием гражданина и государства, то есть это сайт госуслуг. Данную инициативу можно назвать своевременной. Предустановка официальных приложений на смартфоны позволит избежать установки приложений двойников, загрузки вирусных и вредоносных программ на смартфон, снизит риск мошеннических действий в отношении пользователей смартфонов. В настоящее время участились случаи кибермошенничества, направленные на хищение информации или денежных средств с мобильных устройств граждан, совершаемые путем ввода, удаления, блокирования, модификации или иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи информации. Перечисленные выше действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей 159 Прим. 6 Уголовного кодекса России «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Но довести закон до ума необходимо. Теперь о мошенниках от ЛДПР. Точнее, как некоторые предприимчивые личности пользуются популярностью партии, используя ее в корыстных целях. Один из таких современных Остапов-Бендеров был разоблачен. Фракция ЛДПР известна своими социально ориентированными добрыми делами. Это касается не только законопроектов, которые инициируются и принимаются. В каждом регионе страны в ее отделениях есть общественники, юристы, активисты, которые абсолютно на безвозмездной основе оказывают помощь, кто в ней нуждается. Но добрым именем и репутацией ЛДПР, к сожалению, пользуются некоторые в своих корыстных целях. Одна из таких организаций от имени фракции предлагала платные юридические услуги под эгидой руководства партии. Вы на каком основании, прикрываясь партией, осуществляете данную деятельность? Ну, потому что я член партии. Вы член партии? Да. И вы считаете, что вы вправе использовать наименование коллегии адвокатов и юристов в партии ЛДПР? То есть вы считаете, что это законно? Ну, объятно написано, что это запрещено. Это написано в законе Российской Федерации. У нас нету, значит, во-первых, организационной правовой формы коллегии адвокатов и юристов. В лжеконтору обратилась Раиса Викторовна. Собиралась в суд. Дело личное. Но по факту услуги оказаны не были. Даже на начальной, консультационной стадии. 325, дробь 3. Вы ничего не сделали. Я из-за вас, что я не знаю. Здесь коллегии адвокатов и юристов под руководством партии. И забрали деньги за 3, а не за 2. С приходом полиции юрист меняется в лице. Нехорошо имя партии в своих меркантильных целях использовать. Сейчас у нас будет приглашен акциоарист участковый. И будем разбираться после фактов. Соответственно, сейчас заявление будет любезно подробно. Спустя некоторое время мы пришли в эту организацию снова. И то ли совесть их замучила, то ли участковый. Прошло буквально несколько недель. И контора уже данная называется просто коллегия адвокатов и юристов. Сейчас попробуем зайти. К сожалению, уже закрыто. Однако в соседнем кабинете некий юрист продолжал гнуть линию псевдопартийности. Правду говорят. Наглость, второе счастье. Или глупость. Мы просто так и относимся к ЛДПР. Мы пришли из ЛДПР, просили выиск немножко. Нет, ЛДПР убрать. А стоит только адвокат и юрист. Помощь людям, их поддержка – это принцип действий и миссии ЛДПР. Юридическая консультация оказывается абсолютно бесплатна. А если у вас от лица партии пытаются взять деньги, можете смело обращаться в полицию или к нам в редакцию ЛДПР-ТВ. К сожалению, подобная схема не нова. На практике правоохранительные органы видят в аналогичных случаях исключительно недобросовестную рекламу и относят данную категорию споров к гражданско-правовым. Подобная деятельность грозит только гражданским процессом, если кто-то из клиентов подаст на него в суд с целью расторжения договора. Для своевременного предупреждения и пресечения подобных недобросовестных исполнителей необходимо расширить в Уголовном кодексе понятие мошенничества, а также внести соответствующие изменения в административные регламенты МВД. Еще раз отмечу, все юристы от ЛДПР во всех региональных отделениях страны оказывают консультации абсолютно бесплатно. Помните, закон на вашей стороне только когда вы знаете закон. Я адвокат Нефедовский. Всегда в норме. Право. До встречи. Продолжение следует...